Нужно ли обязывать работодателей квотировать рабочие места для инвалидов? Эта тема стала дискуссионной на заседании Комиссии Собрания депутатов по социальной политике. Управление труда и занятости разработало поправки в окружной закон о квоте для приема на работу инвалидов на территории НАО. Поправки расширяют список компаний, которые будут обязаны создавать рабочие места для инвалидов. О положительных эффектах и подводных камнях законопроекта в материале Валентины Чебичек. Обеспечение гарантии трудовой занятости лиц с ограниченными возможностями и создание дополнительных рабочих мест для инвалидов. Такого результата ожидает Управление труда и занятости, разрабатывая поправки в окружной закон. Согласно им, каждое предприятие с численностью штата более 50 человек будет участвовать в трудоустройстве инвалидов. Причем это нужно будет делать не по желанию, а в обязательном порядке. Если мы напишем такую норму, что может, но не обязан, то есть расцениваться будет как могу, установлю, не могу, не установлю. Значит, таким образом мы не сможем учесть фактически квотированные рабочие места у работодателя. Вместе с тем, у нас, когда исчисляется среднесписочная численность для осуществления квотирования, значит, из этого подсчета исключаются рабочие места с вредными или опасными условиями труда. По мнению депутата и руководителя Окрпотребсоюза Натальи Кардаковой, в принятии поправок нет необходимости. Сегодня в регионе нетрудоустроены 28 людей с ограниченными возможностями здоровья, пять из которых проживают в сельских поселениях. Количество небольшое, и найти им рабочие места можно и без закона, считает депутат. По словам Марианы Кисляковой, работодателей, желающих принять на работу инвалида, не так много. Из 44 организаций со штатом свыше 100 человек в 2016 году готовы к этому только 13. Причём зачастую квотируются места, на которые заведомо инвалид не попадёт – главный бухгалтер, инженер, техник и другие. Инвалиды, проживающие в регионе, чаще имеют среднее и начальное образование или не имеют его совсем. Депутат Андрей Ружников считает, поправки в закон не решат проблему в корне. Работодатель вынужден брать официально инвалида на работу, но для того, чтобы, скажем так, уйти от неких проблем по созданию ему рабочих мест, они вынуждены платить ему зарплату в 20-25 тысяч, но при этом просят его заниматься своими делами, общественностью, чем угодно, но только не в предходительном. И такие злоупотребления уже есть. В дискуссии участвовал и председатель Ненецкой организации Всероссийского общества слепых. По мнению Бориса Бажукова, необходимо предусмотреть профессиональное переобучение инвалидов. Возможно, это расширит категорию рабочих мест для инвалидов. Подобная успешная практика существует в международных аэропортах Шереметьево и Домодедово. В итоге законопроект одобрили для принятия в первом чтении на сессии 23 мая. Работу над проектом продолжат в рамках рабочей группы.